Все, начинаем тогда. Поехали. Привет, друзья! Вы задавайте вопросы, я буду вам отвечать. И вы пишите в чате, кому интересно. Да, пишите, пожалуйста, в чате вопросы, которые есть возможность задать, думаю, в эфире Вячеславу. Меня зовут Милина Репина. Мы сейчас в эфире с аккаунта студии «Пурпур», в которой я преподаю живопись. Хотя сама являюсь еще студенткой вуза. Я преподаю для тех, кто новичок, хочет познать что-то новое для себя в живописи. Поэтому я же не мастер далеко и испытываю глубокое уважение ко всем, кто добился успехов. Особенно художникам, членам Союза художников России. Вячеслав как раз стоит в Союзе. Везумно нравятся ваши работы. Спасибо. Ваши портреты. Спасибо. Это новая ваша работа, да? Да, совсем недавно еще до событий вот этих жутких написано. Я часто пишу, ну, работаю только с натуры. Единственное, вот не все успеваю сделать за один сеанс, который длится обычно три академических часа. Вот это писалось, три академических, да? И сейчас посмотрел, вот буквально сегодня, что-то мне не очень понравилось, и я ее так причесал немного. Изменил, используя вот такой монитор, большой у меня такой телевизор, вот, огромный. Ну, не очень огромный. Ну, это вот, если уж подглядывать где-то, то все-таки на таком формате, в котором видно, ну, видно просто объем там. Да, вот сейчас тут работают над этой картинкой, и я не успел просто написать модель, и сейчас невозможно писать с натуры модель просто. Ну, как, либо дома что-то на тюрморте, либо выезжаешь, куда-то и пишешь, там, где можно. То есть, на карантине в основном вы что-то дорабатываете? Ну, да. Ну, да, вот сейчас и дорабатываю. Поскольку, поскольку, вот, все-таки память хранит впечатление, и есть какой-то фотоматериал, я изнутри все равно пишу всегда. А фотографии, которые вот на мониторе просматриваю, это для меня детали, детали, которые я могу подсмотреть. Ну, вот такая штука. Да. Скажите, пожалуйста, я заметила, что у вас бывает переосмысление сюжета, который вы писали, допустим, три года назад. И вы заново воспроизводите этот сюжет, уже попавите по новым ощущениям того же этюда, как это происходит, что вас подталкивает. А вы расскажите, на примере, что три года назад там вас привлекло? Например, у вас работа в 2013 году художник. А в 2016 вы как-то заново изменили, и она возрекла по новым. Ну, точно, да. Ну, да, 13-й год, да. Я часто в те времена ездил в Крым, теперь не езжу. И вот там совершенно уникальное место в Гурзуфе, вид на бухту. Люблю, нет сил, это место. И вот почему-то там, там это вообще мека для художников. Там собирались, и вы ездили туда, Милина? Я мечтаю. Ага. Так вот, там, там просто все время они. Это, наверное, место уникальное тем, что вот куда ни глянь, Чеховка, улица Чехова, там не случайно дачу построил Чехов. Да. И там был Шаляпин, там дача Коровина. Ну, понятно, что место такое, да, уникальное. И столько картин там Коровин написал. Ну, и просто счастье там быть. И там я писал работу, много работ писал. И по этюдам, вот придумал, я же видел много художников на этой Чеховке. И решил сделать такой собирательный образ, где вот есть художник, который там ранним утром, белье там развешено, пишет, и бухта там. Ну, потом мне эту картину купили, и еще мне захотелось, просто она яркая, и мне захотелось сделать другой вариант. Поэтому она сейчас в другом варианте у меня есть. Как это происходит? Вот так. Так, что просто есть какие-то сюжеты, ты пишешь в разных местах, и какие-то становятся для тебя особенными. И с этими особенными есть возможность поработать в формате в большом или маленьком. Как, например, ирисы, которые у вашей матушки, да, на самом деле. Вот у матушки только что был, написал, наконец, ее портрет. Да, это для меня такая очень... Она уже пожилая женщина. И я прям... Это теперь она со мной здесь рядом, она жива-здорова. Но вот мне очень приятно с ней было поработать. Я написал... И там, да, там... Там я писал этюд с ирисами. Потом, кстати, был такой тут эфир спонтанный месяц назад, и я сделал такое прямо в этом самом... Да, я смотрела. В эфире такую вот картиночку. Очень быстро, минут за 10, кажется, это сделали. Нет смысла работать долго, ну, при таких вот сюжетах. Не, вернее, смысл есть, конечно, это ошибка. Кстати, кстати, вот на этой основе, вот имея в виду вот это место, вот это место все-таки, да, вот с этими ирисами, но они здесь решены таким образом. Это Бато, я как-то с ним договорился, я говорю, можно я к тебе приеду? Он класс проводил. Да, можно, говорю, приеду, я тебя попишу. Он говорит, конечно, приезжай. Ну вот я приехал, он класс проводил, народ было много, взнули. И написал этюд. Он сейчас в Питере этот этюд там на выставке. А потом по этюду уже сделал большую работу, где попытался написать так, чтобы это было близко к его стилю, что вот эта вот такая вот энергия, он пишет, если вы видели, ничего вокруг не существует, только вот в таком какой-то сумасшедшем стиле, чтобы какой-то был такой отклик на то, как он работает и на его стиле. И в общем, такая разуховистая работа. То есть вот тот этюд у матушки, он повлиял каким-то образом вот на такое продолжение, на некое сумасшествие, связанное с ботом. Ну, давайте еще что рассказать. Вот у меня в университете так все интересно складывается, на самом деле, в жизни. Я о вас до недавнего времени не знала, честно скажу. Но потом я у себя в университете на дополнительные занятия стала ходить по импрессионизму. И вот, например, делала копию ренуара. Ну, как-то очень близок к мне стал импрессионизм, в том числе посетила выставку ботов, чубоксаров. И на занятиях по импрессионизму нам говорят написать работу в стиле импрессионизм. Но она достаточно длительная и очень легкими мазками. И мне показалось, что это некоторым образом противоречит самому принципу импрессионизма. Когда ты очень-очень долго пишешь очень большую работу очень мелкими мазками. Может ли это считаться импрессионизмом? Импрессионизм от слова, ну, от английского, да? Impression, да? Впечатление. Может быть и в французском какой-то есть, я не знаток. Каким образом ты передашь впечатление? Точками или кружочками или квадратиками, быстро или медленно, на мой взгляд, не имеет никакого значения. Важно, чтобы это было не срисовывание, а твое отношение к тому, что ты видишь. Твое ощущение. Вот много раз это произносится, писать ощущения. Но что это такое, вот никто, наверное, так и, может быть, недопонимает, что ли, ну, из тех, кто задает такой вопрос. А как писать ощущения? Да хоть как. Важно, чтобы оно было. Правда? Ну, давайте приведем какой-нибудь пример. Ощущение. То есть, хорошо, я вижу, например, цветы. Стоят, вот у меня тут цветы. Вот на этом. Здесь, да? Это, наверное, как-то относится к характеру предмета тоже. О! Смотри, я просто вот что хочу сказать. Что нет никакого смысла передавать вот это все, как ты видишь. Как мне сегодня один человек там в комменте на ютюбе написал. Вы халтурщик. Это тот, который, ну, не важно. Вы халтурщик. Вот там не похоже ничего. Я думаю, блин, какой замечательный коммент. Это прям надо. Я сейчас это произношу. Вот я халтурщик в этом смысле. Почему? Потому что вот на взгляд обывателя, когда пишется ощущение, Вот вы точками там понаставили. Какой-нибудь обыватель подойдет, скажет, не похоже. Мазня. Мазня, да. Вот пусть будет не похоже. Вот пусть будет ощущение вот этого. Оно может быть сейчас одно. Через час другое. Будет сейчас 10 художников писать. Это будут разные ощущения того, что он видит. Есть система, ну, как бы знаний, да, фундамент, который нужно выстроить сначала, прежде чем строить дом, своих ощущений. Вот фундамент, да-да, сейчас я это говорю. Фундамент – это некий базис навыков. Это композиция, тон, цвет, который вот совместно все это вместе работает на то, чтобы передать ощущения. Вот это мастерство, это уже там ко мне в онлайн-школу, если кому интересен мой стиль, или к вам. Ну вот, главное не писать то, что ты видишь вот буквально, а писать некую фантазию, некую импровизацию. Ну, на мой взгляд, вы же про импрессионизм заговорили. Так вот, импрессионизм с точками, квадратиками, просто широкими какими-то, любыми средствами передает вот эту импровизацию, эту фантазию. Создание новой реальности. О, абсолютно точно, да. Это никакая… Художник не отражает мир. Он его создает. Он создает вот новизну. Он вкладывает свое сердце, свое видение вот в этот момент, вот прямо вот здесь, сейчас он вкладывает себя в картину. И только тогда, если зритель способен, если зритель постарался, это очень важный момент, постарался потратить какое-то время, чтобы понять этот язык живописи, то, возможно, будет резонанс. В противном случае ничего не будет. Он пройдет мимо, как проходит, я не знаю, корова мимо. Чего она проходит? Ну, картина красивая. Висит, корова просто идет, она вот так… Пройдет, она вообще даже не заметит, что там… Что-то мелькнуло там, цвет какой-то. В основном, в основном, вот зритель неподготовленный, вот это вот такие, такие существа, для которых это вот мазня. Один человек приезжал ко мне, родственник, и смотрит, у меня же картины везде дома висят, и он смотрел, и я ему подыграл, я говорю, ну, мазня ведь, правда? Он говорит, ну, вот Шишкин, это да, а это, конечно… Но он не обидел меня, не сказал мазня. Это я сказал, что мазня. Но такое часто бывает. Да, как Крепин говорил, что одна из его цитат, она очень длинная и большая, что невозможно понимать плоты науки или музыки без спецподготовки. То же самое и в изобразительном искусстве невозможно понимать без подготовки. Абсолютно точно. Абсолютно. Ну, хорошо, вот простой пример. Давайте представим, что мы… Вот перед нами лежит книжка. Ну, какая книжка? Ну, какая-нибудь с иероглифами. Лао Цзи, например. Какая-нибудь. Ну, что, вот мы откроем эту книжку Лао Цзи. Там иероглифы. Ерунда какая-то, правда? Для того, чтобы понять вообще язык, нам нужно выучить язык китайский. Раз. А для того, чтобы понять смысл того, что там Лао Цзи написал, нужно вообще, я не знаю что. Может быть, и жизни не хватит, чтобы понять одну его строку. Так что эта подготовка, безусловно, нужна. И большая. Всегда ли вам нравится натура, которую вы видите? Или в том случае, если она вам не нравится, вы не будете её писать? Например, эта девушка или окружение вас. Если это не вызывает вас в экстаз визуальный, вы пишете или не пишете то, что вам не нравится? Перед вами нечто ужасное, оно не вызывает вдохновения. Вы это никогда не напишете? Или какой-то эксперимент для себя, может быть? Было такое? Ужасное? Да, что-то вас не вдохновляло. Там улица какая-то серая, некрасивая. Или человек злой, угрюмый, неприятный. Ну, бывают модели те же на набросках, они просто не чувствуют движения. Это неинтересно. Ты ничего не сделаешь. Улица. Ну, вот мне рассказывали, что как-то приехали петь, ну, не буду называть имён. В общем, один художник и другой. Один на море приехали, и один побежал, ой, море синее, ой, ай, ай. А другой художник никуда не побежал, стал писать кусочек там лужи грязи. И вот это было шедевром. То есть не обязательно, не обязательно... Художник найдёт всегда, что писать. Он найдёт сюжет в любом месте, потому что он смотрит по-другому. Он восторгается светом, который по-разному падает на объекты. И самая обычная какая-то, я не знаю, лужа или, как вы говорите, дорога может быть в руках художника, из мастерства художника превратится в шедевр мирового значения. Просто у вас настолько солнечный, настолько яркий, пропитанный любовью к окружающему миру работы, это вызвало мне такой вопрос, бывали ли у вас какие-то наработки, этюды чего-то не вызывающего эстетического восхищения в обычном понимании. Вот. Вот. У вас бывали, Мелина? Я хочу просто... Нет. На меня очень сильно влияет среда и погода. Если нет солнца, как в Москве в основном, мне это часто очень впитает, какое-то пассивное состояние может меня ввести, отсутствие солнечного света. Вот, у меня тоже. Да, у меня тоже. Но я так вспоминаю какой-нибудь пасмурный день. Художник пишет всегда состояние в природе, природы. И чем... А состояния разные, освещенность разная. И поэтому вот эта гамма различных состояний, она интересна ему и зрителю. Если ты будешь всегда писать солнце, и не будешь писать там вечернее состояние, или туман, или серое, это... Даже это, эти солнечные картины могут наскучить. Поэтому это большое счастье, когда ты пишешь и туман, и серый день, и солнечный, когда все чередуется, и снег, и дождь, и все такое. Так что так. Нет плохих состояний в природе, у природы нет плохой погоды, и для художника все благодать. Вот как раз состояние природы. Мне безумно нравится, как вы передаете, насколько правдиво вы передаете эти отношения, тонкие, цветовые, которые не способны передать в фотоаппарат. Многие говорят, зачем, да, это все, когда есть... Ты можешь переграфировать, и все. Но даже фотоаппарат, он настолько изгажает. Конечно. На самом деле. А вот художник как раз таки может попасть. Вот. И вы очень здоровы. вам это делать. Спасибо. Абсолютно точно. Фотография. Вот почему с фотографией нельзя, на мой взгляд, писать? Я использую их только, когда основное написано. Я использую, чтобы детали какие-то посмотреть, которые я упустил или не успел. Но почему? Очень просто. Вот любой фотоаппарат заточен на экспозицию. Что это такое? Он замеряет экспозицию по свету или по теневому участку. Ага. Если он замеряет экспозицию по черному, то тогда света пересвечиваются. Они не отработаны полностью. Если по светлому, то тени глухие. Там ничего не разберешь. Глаз наш устроен так, что он видит все и в светах, и в тенях объемно. Поэтому он в миллион раз нет такого фотоаппарата, который бы смог видеть, как видит глаз. Человеческий глаз. Да. Поэтому с натуры писать надо. Особенно цвета, например, такие, как на закате. Если ты фотографируешь огненный и такой закат, он на фото получается оранжевым. Совсем не то, что человек видит в живую. И вот ты хочешь сфотографировать эту красоту и получается совсем не то. А написать уже получится. Набрать такой цвет. Абсолютно точно. Еще хочу отправить зрителей, которые смотрят вот этот эфир, к лекции Крымова о Тоне. Наберите в интернете. Он читал эту лекцию в Академии художеств сто лет назад. И он все время искал, что же может быть в природе постоянным от чего отталкиваться художнику в выборе тона. Почитайте, я просто наберет скажу, это очень интересная лекция, что он нашел пламя свечи, которое не изменяется и днем, и вечером оно будет одинаковое свечение, яркость одинаковая. Я думаю, что для тех, кому вообще эта идея интересна, у каждого же телефон есть. Сфотографировали белый, просто белый лист бумаги, включили, вот вам камертон постоянного свечения, всегда с вами, вечером, утром, днем, и можно его ставить и смотреть. Ага, светится закат сейчас. А ну-ка я достану свой камертон, это пламя свечи в виде гаджета с белым экраном, и сравню вот это свечение в тоне с этим экраном. Вот какое оно. И тогда, Мелина, будет проще, тогда не будет картина этим закатом кричать. Закат всегда такое приглушение, чем вот этот. Вот сейчас надо же написать, чтобы вечернее состояние отличалось от твоей картины, которую ты писал днем. Стало быть, вот эта яркость нужно приглушать. И не случайно поэтому Клод Мане притаскивал на пленэр несколько холстов. Он пишет, например, в 9 утра, хопа, уже 12 дня. Он стоит другой, потому что солнце изменилось. Ну а вечером так еще третий, четвертый. Очень интересный прием с камертоном. Если вернуться в ваше прошлое, к началу вашего творческого пути, вы родились в Тульской области, да? Ну кому это интересно, да? Прошлое, оно прошлое. Интересно, с чего вы начали? Вы не ходили в художественную школу, но вы учились у скульптора. Я ходил к бабуле к скульпторше, это было в Таганроге. У нее был дом, заваленный книгами об искусстве. Он был завален настолько, что была тропинка. Вот тропинка между книгами. Вот везде книги, прям по тропинке ты идешь, опа, кто-то сидит, рисует что-то. Пошел дальше, опять рисует. И по этой, я, я интересовался, а где же она спит? Потом по одной тропинке из тропинок я дошел до другой комнаты, пока она где-то там с кем-то разговаривала, и заглянул. В другой комнате тоже было, ну все завалено, там не было понятия, что шкафы существуют. Просто вот все вот штабелями бум-бум-бум-бум-бум до верха книги. И среди этих вот штабелей стояла, значит, кроватка. И она там спала. Да, я у нее занимался Потом У меня такая Такая была наглость Нет, это не наглость Это было желание учиться Такое сильное, что я поехал в Москву И приехал в Строгановку Приехал я туда в мае И приехал Там пускали свободно В коридорах Рисовали ребята Которые хотят поступить Гипсы, естественно Фигуры, портреты Я тоже стал Начал рисовать Ко мне подходили студенты Один Начал помогать паре Я говорю, а не мог бы ты посмотреть Мои работы А он уже такой третий курсник Уже такой крутой Очень симпатичный парень Ну, в смысле такой вежливый, открытый Я ему подарил рыбу Какой-то леща Который он привез там Из Тагодрога И он посмотрел мои работы Ну, он вежливо В общем, там не на что было смотреть Я понял, что Мне нужно заниматься день и ночь И я пахал Ну, я понимал, что Блат был в то время Не знаю, как сейчас Такой, что на Факультет живописи Там, МДЖ Брали пять человек Мы знали... Заранее Определенные Чего-чего? Заранее определенные места Четыре было, значит, блатных И один африканец В общем Туда вообще... Туре Я с ним жил Немного в этом самом В общежитии Он африканец Было тепло очень Но он включал все время плитку Ему холодно Я говорю Туре А ты мог бы не включать плитку Потому что очень жарко И хорошо слова И... Все равно включал А утром, значит, нас будил такой Ту-ду-ду-ду Вот этот гимн Который в шесть утра Ту-ду-ду-ду-ду Я вскакивал Я не мог найти Где этот приемник Который орет на весь этот... На все это общежитие А он спит Ему пофигу Жара жуткая И вот этот приемник Жуткий гимн вот этот СССР И он где-то за шкафом Я уже полез Все, выключил Извини, меня заносит? Куда-то рассказы какие-то Ну, в общем, я поступил в Строгановку И после окончания У вас был достаточно долгий перерыв После которого Вы снова вернулись к живописи Что стало толчком к возвращению? Ну... Для начала надо понять Что стало толчком От того, чтобы я На какое-то время перестал писать Перестал писать Потому что В какой-то момент Я почувствовал Что мне Что я так Я проживаю Тотально Когда Идет подготовка к работе На этюдном этапе Что я живу А когда я начинаю делать формат Я почувствовал Что я превращаюсь В ремесленника В тот момент Это была дурацкая, конечно Это Это Мое такое вот Самомнение, что ли Ну Сыграло Сыграло на то На то, что я Что надо было работать Все равно Искать, искать Идти, идти дальше А мне стало Как-то скучновато Я понимал Что что-то Я теряю Живость В большой работе Как приобрести Чтобы большая работа Была такой же живой Как маленькая Я тогда не знал Я ходил К знакомым художникам Ну Знакомым Которые Мне казались Очень Очень Высокого уровня И никто Мне не мог Рассказать Как это все У меня было много вопросов Но ответов Я не находил Как Пешин писал Тоже были вопросы Да-да-да Так вот Дальше И Я просто занялся Другим делом Я снимал фильмы Документальные Ездил в разные там страны В Индию Ну и все такое Мне стало Очень интересно Вообще Что я такое А потом Опять стало комфортно В этом формате В формате Вот Холста В формате Кадра Так что Так Перестало Казаться Для вас Таким Примеслом Да Я В какой-то Момент Я почувствовал Что 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 Я Смогу Смогу Оживить Этот кадр И я Смогу Быть живым На протяжении Всего Этапа работы Я просто Это почувствовал Пока не почувствуешь Не узнать Что Какое именно Это чувство На протяжении всей работы Оно захватывает И Невозможно остановиться Работа не надоедает Вы это имеете ввиду Не указать интерес К сюжету Вы знаете Наверное Это все связано С Неким Видением Да Вот Как видит художник И Если Это Вот Вызрело Что ли Если оно Сформировалось То То важно Ты смотришь Как бы На мир Пятнами Что ли Да И И Пока эти пятна Не зазвучат Потом форма Сначала Вот Пятна цвет И когда они Начинают звучать Вот это Притягивает И Если ты так Видишь То в любой момент Времени Когда ты пишешь Работу В любой Абсолютно Прямо с самого начала И до Того момента Когда Ты себе Скажешь Стоп Ты находишься В этом состоянии Вот Радости От созерцания Вот этих Пятен цвета Ну Наверное Так И тогда Только тогда Вот у меня Так Она Не наскучит Работа Ты можешь Ты можешь Извините Ты можешь Переписать Не Обращая внимание На то Что уже сделано Ты просто Переписываешь Потому что О Ты сейчас увидел Что тут Еще можно Куда-то Вот В один коридор В новую комнату Зайти И там что-то новое Доверяешь себе Да Извините Что Что спросили Если надоедает Все-таки Работа В процессе Лучше ее Оставить в покое Да Конечно У меня Не заполучивать Не 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 надо Пусть Пусть Тут Нам Кстати Пишут Комментарии Просили Показать Ваши Последние Работы Есть ли Под рукой Что-то Ну Давайте Давайте Покажем Давайте Давайте